всем привет с вами израэль и кузьмин ну что шоу произошло шоу must go on как пел вячеслав малежек это же прекрасно живем по приколу ну имеем право раз уж пригласили в качестве непосредственного участника посетить шоу имеем право имеем право тем более кашу мы уважаем и он мое уважение только закрепил там при при общении на данном шоу кстати как все это происходило telegram все-таки умею пользоваться не забываем там раз приложение открыл пелик мне пишет мальчик что приглашаем вас на шоу это менеджер каши и менеджер всей шпаны склада такая-то роль шоу называется найди девственника среди альфа-самцов роль роль роли всего две либо альфа-самец либо девственник как бы приятное дело что раз альфа-самцов не существует то роль пришлось мне выбрать только вот и один единственную неповторимую вторую девственники существуют напомню первое впечатление я не верю первого впечатления вот если вы верите первому впечатлению то поработайте поработайте нужно лечиться нужно лечиться это все исцелить реально по первому впечатлению обман обман но скаймера не за скаймишь как мы знаем пробил я и этого челика менеджера каши смотрю ну да реально хотя репутация его подпорчила честно сказать там разным ресурсом ну да действительно вот этот телеграм-канал официальный там он закреплен прикреплен выкреплен думаю ну что ж жизнь нам подкинула прикол нужно использовать почему бы нет ну давай хорошо все я готов участвовать протестили там камеру все настроили там вот договорились что там то сего 5 10 что более-менее все хорошо через неделю неделя наступила вчера пятница дискорд очень поздно конечно меня туда позвали ну это пофиг почему поздно я объясню там все-таки по порядку идет ситуация и товарищ с канала в общем то самый известный девственник ну условно говоря девственник на российском youtube пространстве или мир до канал денег девственника улетом тро у него там траблы произошли технические неполадки в общем то он на своем канале я уже изучил мне вы в телеге в моей скинули в моем телеграм-канале ссылка в описании как всегда какие именно траблы у него произошли зашел и в этот диск поэтому в общем то немножечко мне пришлось задержаться что очередь моя долго-долго не приходила все были заняты тем чтобы помочь или мир чеку ну и все залетая в дискорд в комнату подготовка ожидания смотрю там или мильчик сидит то есть я с ним вместе тыр-тыр-тыр-тыр-тыр но я там какие-то проблемы что-то решает еще там он нужен там микрофончик он тем более он в клубе арендовал пространство заплатил там копеечку такую хорошего я смотрю думаю нифига живет ли мир я откуда знал что он в клубе ну ни хрена себе в душу все-таки известный популярный мужчина как бы ему там в отличие от меня донаты скидывают думаю может себе позволить вот такая у него хата думаю зашибись мы с ним на 1 на 1 на одном шоу окажемся ну и все перед там общаюсь я так 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 а все заходи думаю ну блин что-то поздно там слышу уже все разговаривают раз очередь моя только пришла мы будем убывать нормально все и по идее очередь эльмира должна быть но раз они там за ним с ним замешкались короче его какого-то хрена вообще кикнули очень обидно если честно и вот захожу я там они уже вовсю там из пиздят но не все но некоторые вот крайне мере все уже там выставлены вот я перед перед вами предстаю в качестве 11 номера можно сказать что встал на место эльмирчик потому что уметь ему должен был быть присвоен номер 11 его кикнули нах вот не знаю еще раз из-за чего мы по его версии из-за траблов системой раз он со мной оказался в одной комнате вот этой вот подготовительной комнаты комнате ожидания все это в общем то было из камеры нормально у меня телеграм-канале есть в том числе скрины тому потому что все эльмир бедный человек я ему вообще очень сильно соболезнула сочувствую сопереживаю так сказать да понимаю твою ситуацию то обстановочку держись ты справишься все будет доброе чтобы доброе все и вот я захожу такой кстати я стрим записал он с момента как я захожу до момента как я зашел подготовки не подготовки и то есть у каши на его твиче в общем то наверно смысла нет потому что там меня еще не было чтоб меня ждать пока я появлюсь там с какой-то минуты ну и все залетаю смотрю ё-моё и сразу не могу извиняюсь но в текст опять улыбку сдержать потому что я вижу там качестве участника чувака за которым как бы я слежу очень давно и которого уважаем помимо там еще при этом делать девчонок я там многих знаю уважаю кашу самого то же самое при этом дело я там и у пушки интервью с им глядел там где-то год назад было и так далее все как бы мы знаем что есть такой каша и все прекрасно был там один участник и в общем то мне понравилось как он отыгрывал уже все равно это шоу еще раз там нужно отыгрывать роли вот как он там говорил ну я спойлерить не буду вы сами посмотрите в общем-то смешно было поэтому я как бы но не мог скрыть эту я не умею как бы скрывать свои эмоции вот что шоу происходило куда я попал ё-моё ну по приколу жим по приколу все качественно четко там ксюшечка хоффман моя любимая вы удивительно да что как бы туда все спрашивала там у меня наводящие вопросы что там как бы нужно было не палиться что родину как бы тут мне не выгодно чтобы меня кикали сразу скажут что ой ёптать а вы мальчик с пробегом вы у нас не девственник давай-ка тебя это самое пока пока то есть мне нужно было как бы и более-менее альфа самече ну и чтоб не кикнуть то есть баланс соблюдать вот играет ну что поделать отома это шоу как бы мы все собственно говоря тыры тыры еще раз спойлерить не буду побеседовали жалко что ли мирчика потому что ленда это легенда 21 века тем не менее зато он в москве я сейчас в екатеринбурге кстати там спрашивали откуда вы игру из екатеринбурга и девчоночка к сожалению там почему-то видео их не отображалась ни у кого в дискорде из пацанов не отображалась видео девчонок не знаю почему такое но в твиче кашином на стриме там видно было кто есть кто и мне одна девчоночка сказала что а я в екатеринбурге была я говорю отлично но я вижу такую аватарку она и аватарки нет ее саму непосредственно отлично прекрасно но я не знаю кто ты я сама не знаю кто я очень кто-то там что-то говорнул капланчик было капланчик было мне вот эта татуировка всегда нравилось говорится где у меня монобровь там у него татуировка прикольная если я не ошибаюсь тут такой эпифиз да соответственно выработка мелодорина третий глаз все такое шишкови шишковидка воспалилась там какой-то урады русских там она начала пугу какой-то внести что-то ну то все это про будущее про прошлое про вселенную но это очень от сатаны это все в этот сатаны то что она говорила я вас предупреждаю что рада русских ведет себя не по православному от лукавого все у нее но ничего мы ее вылечим девчонка таска не забывайте что я сдавайте все таки переключаемся сказала что я была в екатеринбурге кстати вот она по моему это с ее слов сейчас цитирую 11 не забываем что одиннадцатый номер это я я бы девственности решила дело за малым как тебя зовут ну это может быть библи библи бибра была дело за малым прилетай в екатеринбург снова и все там уже как говорится обсудим что и как мы за серьезные отношения нам не поднял нам не по тракушке интересно только только если вот ты готова к серьезному если так просто как ты говоришь там по тракушке все тебя бы отракал высоте вот главные выводы сделаем эти видите вот энергии нет до сих пор не выташи сколько сколько еще работу что огром огромное произведение там еще вот эта вся обводка подводка матика соответственно внешность мужчины и альфа-самцовость внешность мужчины и альфа-самцовость я вообще удивился вот номер 8 вы там гляньте которые на максим маккарца похож у него как раз таки все очень хорошо с волосами как вы любите что прямо можно сказать что по нему и не видно абсолютно что он без пробега ему 29 лет блять я не верил до конца я сам не верил что он оказывается девственника думаю да чё это самое происходит у него комнатка тоже вот как у дневника девственника только у него не арендованного дневника девственника там тебе этот клуб был у него подсветочка какие-то мишки какие-то очки я думаю нихрена себе за чудесный парень там еще под конец когда основная она основная часть стрима закончилась без монтажные ребята не вырезаем основная часть стрима закончилась там еще пообщались по поводу вот как раз таки антидепрессанты там поговорил человек начал там один из них говорит что вообще это все плацебо а другой сказал что у него либидо очень сильно снизилась антидепрессанты как раз таки макс кац про это сказал максим кац что у него еще раз внешность у него все как бы при делах и волосы все ну без пробега и поведение кстати достаточно крутое было тоже так что еще раз инцелебата не существует это все промывка мозговая для вас ярко самцов тоже не существует как бы они вот так вот в целом в общем это более-менее мою роль угадали да мою роль угадали ну так как бы это и так понятно если кто подписан тот и так дал знал обо всем можно было конечно чтобы все таки признанным гением я стал мировой известностью чтобы мне мне можно было помочь помочь уже у меня проблемы я ни разу жизни не было взаимной любви ну не считая того случая которому все помните и соответственно рассказывая неоднократно в видосах своих короче помочь мне побыстрее уже найти взаимную любовь и серьезные отношения можно же было для этого чего все это требуется указать что это не просто номер одиннадцатый а это израиль и кузьмин дружбородный брат ванечки зола что вот девочки обращайтесь там ссылочки и даже не прошу на свой канал ссылочку кофе и будем пиариться тихонечко на тележечку чтобы писали предложения и прилетали 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 в екатеринбург напомню что я нахожусь в екатеринбурге кстати нефтемагнат наш любимый первых я тебе привет передаю даниил во вторых что хотел сказать что он же тоже зико бы но девчонки приехал сам за тысячи километров от екатеринбурга языка б двинул куда-то на 1000 на 1000 км а наш случай другой мы хотим я хочу я готов даже ну какое-то время был готов компенсировать часть вот этого путешествия этой поездки что девушка прилетит и получит говорится от меня ему компенсацию бабок за это путешествие сейчас я немножко переигрываю ситуацию подписчица кто меня смотрит еще раз серьезное отношение я жду вас пролетите отдохнуть в екатеринбург просто подружимся пообщаемся никто ничего не гарантирует погуляем покайфуем вы окажетесь у меня на канале если это захотите ну и соответственно а там уже посмотрим жену если все завяжется узелок завяжется узелок развяжется все будет четко то ну понятно что у вас учебы работают там есть я готов вот после этого я уже готов буду как нефтемагнат там хоть за тысячу километров хоть за десятки тысяч километров у меня загранпаспорт есть хоть даже в другую страну но понятное дело что в ту страну которая примет меня как своего это да вначале все-таки вы приедете там кто-то все притремся чик-чик стримчики видео и там уже посмотрим это вот да это да это да спойлерить еще раз я не буду у меня на канале ради трансляции видос сохранился с момента когда залетаю туда и до момента я там еще соло вел часть уже там свою ситуацию мы там общались своими подписчиками там санек тебе тоже привет ну что-то несколько человек было там не как английскими буквами классный челик тоже мы с ним все-таки тоже привет соли что не запомнил все-таки у меня сейчас память все отшибает уже все из-за отсутствия серьезных отношений разумеется а вы скажете наоборот для серьезных отношений потому что отсутствие уже память ухудшена замкнутый круг получается замкнутая цепочка или же цепочка как говорит вот сегодня я услышал папич цепочка золотая он хочет золотую или даже платиновую цепочку кстати он за львова как кто многие кто меня смотрят знаю знает что я очень-то всю западную украину прошерстил там прожил везде муком сейчас я в Екатеринбурге нахожусь поэтому прилет приход приход и приезд я жду все вот такое вот видео я не стал сильно спойлерить все четко каша продержался как бы хара вообще четко мне понравился на самом деле как он себя ведет и ксюша хоффман и каша но и другие девчонки тоже вы как-то вот немножечко боялись стеснялись обидеть что только не обижайся если вдруг обидели тебя только прости пожалуйста да мне насрать извините пожалуйста мне на слова ночи как бы это я в этом плане не пробивнули на слова на комментарии это нормально что чем я не знаете что думаю не знаю там пора уже знать а вот дела это друг это другая ситуация дела мы ценим и мы за хорошие поступки и обижаются если нас предали там отреклись это это обиды это абсолютно бесполезное явление из мира животных я напомню в одном из предыдущих видео это рассказывал поэтому я очень тогда моментально прорабатываю и вы тоже поймите что обида эта херня пола что не надо обижаться это бесполезно это вредит гораздо проще простить человека чем продолжать обижаться на него это тоже гораздо проще у нас же все-таки израэль и кузьмин это гораздо выгоднее просто простить человека все главное не манипулируйте потом не давите ему на жалость все потихонечку не забывайте подписываться на мой канал на мой телеграм-канал донатить мне 70 тысяч чтобы я могу снял нормальную квартиру да ладно это так просто чисто по любви не забывайте приезжать ко мне и прилетать в Екатеринбург а уж тем более если вы подписчицы из Екатеринбурга то сам господь я благословляю в моем лице велел вам с одной сходить на свидание что мы там запишем контент можем и без контента посмотрим особенно если у вас какой-то там youtube есть взаимопиар будет еще раз вин ту вин 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 как вот мы с кошкой дурёшка у которой ипотека обсуждали там порядка 15-17 детей это вещь серьезная такими вещами не разбрасываются и как бы так чисто по приколу мы живем все ну давайте кто досмотрел видос этот вот до момента с кранцом это конечно универсал это универсал можете об этом написать что вы настолько выносливо что досмотрели меня до конца я вам конкретно вам лично досмотрел до конца как обычно побед победный танец посвящаю спасибо вам спасибо за день спасибо за ночь спасибо за сына и за дочь с вами был миша боярский всем пока